Очень эмоциональная гимнастка, вы сейчас это увидите. Южанка. Да, гимнастка из Волгограда. Была небольшая ошибка вначале, она бежала за лентой. Не было потери, но это тоже наказывается одна десятая судьями по техническому исполнению. Но она вот, видите, рискует, делает сложные броски ногой и ловит без помощи рук. Всё это судьи учитывают и делают соответствующие надбавки за эти элементы. Какая группа судей оценивает работу с предметом? Бригада А2 – это бригада, которая оценивает артистическую ценность композиции, то есть саму комбинацию, её хореографичность, музыкальность, перемещение гимнастки по площадке, использование различных элементов. Всё это оценивается бригада А2, а также надбавки за использование предмета. Сложные броски, ловли, рискованные элементы, также использование предмета каким-то особым способом гимнастки. За это даются надбавки гимнастки. Она их указывает в соответствующей карточке, и судьи смотрят, что она выполнила из тех элементов, которые заявила. Многие элементы в прошлом гимнастике имеют своё название. А есть название в движении предмета, скажем, ленточка? Ну, конечно, это самые специфичные для ленты движения – это спиральки и змейки. Затем большие и малые круги, восьмёрки, броски. Есть высокий бросок, а есть бросок, как вы видели, с возвратом ленты – это бросок бумерангом. То есть, естественно, терминология есть в художественной гимнастике. Очень обширная, я бы сказала, всё это запомнить, очень сложно. Действительно сложно, очень много элементов. А на экранах Оля Глацких, она вместе с Зариной Мухеддиновой выступала в этом году на чемпионате Европы в групповых упражнениях среди юниоров, но допустила ошибку. Видимо, с лентой ещё тяжело. Упражнение, групповое упражнение было с обручем, а гимнастки как раз не выполняют это упражнение сейчас. Вообще, ощущение движения ленты лучше, если она сочетает несколько цветов. Или поперечные полосы, или продольные движения ощущаются лучше, по-моему. Лучше поперечные. Они создают ощущение более сжатого рисунка, что как будто бы лента более натянута, собрана. Это действительно так, зрительно даёт ощущение. Поэтому многие гимнастки стараются красить ленту, чтобы она была не однотонная. Я однажды видела в Новогорске, с каким удовольствием я зарисовывала девочки булавы. Тоже такая милая деталь. Ну, внешний вид имеет большое значение в нашем виде спорта. Видите, красивые костюмы, в тон подобранные предметы, музыка. Конечно, суди и те же зрители. И очень важно произвести благоприятное впечатление. Марина, наверное, дорогое удовольствие иметь костюм со стразами, с вышивкой. Безусловно, конечно. Но сколько это может стоить, интересно? Ну, цены очень разные. Конечно, материал очень дорогой. Но это оправдано, потому что внешний вид имеет очень большое значение. И, конечно, мы стараемся, чтобы наши гимнастки выглядели безупречно. Заканчивают гимнастки свои выступления. Вот таблица итоговая. Что скажете, Марин? Елена Исаенкова выиграла это упражнение. А вот Ольга Глацких заняла второе место. И в России такой возрастной ценз одинаковый. Юниорки до 15 лет. И дальше идут возрастные категории сеньорки. Сеньорки красивые названия очень. По-моему, французская, да? Вы знаете, Международная федерация художественной гимнастики, официальный язык французский. Поэтому это из Международной федерации так и пошло. И у нас сейчас приживается это в России тоже. Кстати сказать, соревнования номер один, номер два и номер три, которые мы сейчас с вами наблюдаем, это тоже по международной политикации, по-моему, да? Да. Это из технического регламента Международной федерации. И мы используем это на всероссийских соревнованиях. Номер один командное соревнование, номер два абсолютное первенство и три – это финалы в отдельных видах многоборья. Очень оригинальная спортсменка на ваших экранах. Она выполняет первый вид упражнения с обручем. Вы заметили, уважаемые телезрители, что юниорки у нас использовали скакалку в четырех видах. Да. А сеньорки с обручем начали. Это вот тот случай, когда один предмет уходит из обихода. Но только получается так, что у юниорок и у сеньорок это разные предметы, поэтому все пять на соревнованиях все-таки присутствуют на ковре, да? Да, обязательно. Это тоже решает Международная федерация гимнастики, технический комитет. И у юниорок, как вы видели, не было обруча, но зато с этим упражнением был чемпионат Европы в групповых упражнениях. И у юниорок он был представлен на тоже все пять упражнений. А на площадке Анастасия Казакова. Очень интересная, оригинальная гимнастка. Успешно выступает в этом сезоне. У нас даже, я бы сказала, очень оригинальная, начиная от прически. Извините. Обычные шишечки мы не наблюдаем, которые делают гимнастки. Да, гладкая голова, но пучок какой-то очень оригинальный. И музыка тоже очень индивидуальная. Подобная. Сейчас был очень выполнен ей. Я хочу сказать, что вообще подход к упражнению здесь действительно оригинален. Интересные композиции. Музыкальные у нее. Такой неординарный элемент. Движение тела. И она привлекает внимание не только зрителей, но и специалистов. Образ создан, безусловно. Ирина Александровна Винер отметила эту гимнастку. И она находилась какое-то время на централизованной подготовке в Новогорске со сборной команды. Выезжала на несколько международных турниров. И я думаю, это будет продолжаться и вновь. Что вы скажете об амплитуде прыжков? Вы знаете, неплохая амплитуда. Хочется еще, чтобы форма держалась подольше прыжка. Я думаю, что это возможно еще доработать. Естественно, гимнастка тоже не использовала свой потенциал до конца. И у нее есть возможность еще работать и показывать еще лучшие результаты. Дарья Чернявская готовится к выступлению. Это волгоградская спортсменка, представляет Юг России. На этих соревнованиях, но также является воспитанницей Центра олимпийской подготовки МГФСО. И тренируется в основном в Москве. Ее тренер Наталья Кукушкина. Забираете самых лучших? Я считаю, что не забираем, а происходит отбор действительно лучших для того, чтобы представлять достойно Россию на международной арене. Это правильный подход. То, что мы их забираем, это неправильно сказано, потому что, допустим, здесь гимнастки выступают каждый за свой регион, откуда они приехали. И это тоже правильно. Потому что каждый регион вложил много сил для того, чтобы воспитать этих гимнасток. И они сейчас продолжают свою работу уже в Москве. И Москва тоже, в общем-то, очень прекрасные условия создала для их подготовки. Марина, вот в художественной гимнастике ценится очень эмоциональность. Мне кажется, что стиль этой девушки очень такой сдержанный, холодный. Что вы считаете? Я хочу сказать, что Даша, когда была маленькой гимнасткой, она была очень эмоциональна. Я думаю, у неё сейчас идёт период становления. Она немножко меняет характер своих упражнений. Может быть, не очень ещё уверенность себя чувствует в них. Она взрослеет. А вообще, она достаточно зажигательная, яркая гимнастка. И чуть-чуть ей больше уверенности, и она опять откроется, я думаю, эмоционально. Сосредоточенно выполняют все элементы. Достаточно чисто. Дарья Черневская заняла шестое место. Так, судьи оценили её выступление. Справедливо, как вы считаете, Марина? Сложно сказать, потому что мы не видели выступления всех гимнасток. Она выступила достаточно ровно, но, видимо, остальные гимнастки более уверенно и точно выполнили свою программу. Ваша землячка на экранах Олеся Ашаева. Да, на экранах Олеся Ашаева из Рязани. Мне очень приятно, что эта гимнастка выступает. В Рязани тоже сильная школа художественной гимнастики. На протяжении нескольких лет были чемпионки мира и Европы в групповых упражнениях. Были сильные гимнастки в индивидуальной программе. И вот Олеся Ашаева, яркий представитель Рязанской школы. Техничная гимнастка. Не очень эмоционально, но выполняет сложную программу. И когда не делает ошибок, то достаточно хорошие результаты показывает. Она была и призеркой, и победительницей первенства России, выступая по программе еще юниорок. И сейчас продолжает на хорошем уровне свою спортивную карьеру. Вот ошибка. Она не сделала элемент. Это равновесие? Да. Не точно полетел обруч, она не смогла его принять точно. Ее покачнулось. К вопросу о субъективности и объективности судейства в художественной гимнастике. Как Вы считаете, разные сути одинаковы? Оценили бы эту ошибку или нет? Я думаю, что эту ошибку оценят одинаково, потому что она была явно, она не выполнила элемент. А вообще, конечно, художественная гимнастика субъективный вид. И для этого существует бригада судей. В бригаде несколько судей, которые выставляют оценку, высшие и низшие оценки, отбрасываются и выводятся среднеарифметические. Но при этом расхождение не должно быть больше допустимого. Таким образом, в общем-то, добиваются более объективного судейства. Но есть и симпатии, конечно. Бывает, что суде приходится совещаться для того, чтобы выявить себя... В другого раковса, кстати сказать, показали вот этот элемент неудачный. Еще зависит от того, как судья видит исполнение элемента. Кто-то увидел ошибку, а кто-то и не очень. Ну, это мелкая ошибка. Когда это какая-то неточность, пять сотых или одна десятая. Когда явная ошибка, то, конечно, это видно всем судям. Валерия Гараева, Урал, Екатеринбург. Оттуда, кстати, наши олимпийские чемпионки, седнеские, родом Ирина Зильбера и Марина Нитюсова. Да, там прекрасная школа. И сейчас и Вера Сесина, одна из ведущих гимнасток нашей сборной команды, тоже из Екатеринбурга. Но сейчас, к сожалению, они не участвуют в этих соревнованиях. Если среди юниоров здесь выступают все сильнейшие гимнастки, то, к сожалению, среди взрослых гимнасток участвует Светлана Путинцева. Она все-таки лидер этих соревнований. А такие гимнастки, как Вера Сесина, Оля Капранова, они не могут участвовать, так как они сейчас в данный момент находятся на соревнованиях серии Гран-при и Кубка мира. Это последний старт перед чемпионатом мира. Какая солнечная девочка, эмоциональная. Зрители поддерживают ее. Это сильная гимнастка. Она выполняет очень большую сложность и очень эмоционально. Нам вчера Амин Зарикова открыла небольшой секрет. Алия выступает в купальнике Зарина Визиковой. Может быть, это пособствует успеху? Ну, я хочу сказать, что вообще спортсмены, конечно, очень суеверны, потому что столько труда вкладывается в подготовку к соревнованиям. Поэтому, ну, вроде бы сделано все. И вдруг какой-то случай вмешивается в успешное выступление, и гимнастка менее успешно выступает. Поэтому, конечно, суеверная. И хочется думать, что хороший костюм сильной гимнастки, лидера, принесет ей успех. Как талисман. А у вас был талисман во время выступлений ваших? Ну, как таковых талисманов нет, но, естественно, какие-то свои секреты, на которые мы надеемся, у нас есть, да. Нет, ну а ваш-то талисман ваш. Какого был? Нет, конкретно не было. Как у Кабаева, например, слоненок такая, подвесочка была на шее небольшой.